Аллея Славы на задворках. В эфире нашего телеканала мы уже рассказывали об инициативе группы активистов высадить у мемориала Героев фронта и тыла Аллею памяти воинов Великой Отечественной. На тот момент организаторы акции только определялись с видом деревьев для аллеи. В администрации ничего против вне бюджетного озеленения не имели. Естественно, к любым начинаниям мы относимся положительно. Все, что касается благоустройства города, все, что касается изменения его облика в лучшую сторону, тем более, когда речь идет об экологических вопросах, в том числе о озеленении. Но нужно понимать, что любое действие в такой ситуации желательно согласовывать. Полтора месяца спустя, разместив опрос в соцсетях, с видом деревьев определились. Большинство ивановцев проголосовали за каштаны. Достаточно быстро собрали нужную сумму денег для высадки аллеи. А когда обратились в то самое управление благоустройства, с которым желательно согласовывать подобные инициативы, началась волокита. Предварительно было получено одобрение со стороны главы города Владимира Шарипова. Но, соответственно, мы застопорились на управление по благоустройству, к сожалению. Очень долго мы пытались это согласовать, потому что изначально была позиция, что вообще это не нужно. Есть некий городской проект, который мы будем стараться на федеральные деньги вывести. И когда он будет, непонятно. И старались всячески это дело отклонить. Когда инициативу все же одобрили, возникла проблема с размещением аллеи. Участок под высадку деревьев к мемориалу имеет отдаленное отношение. Вот это территория напротив частного сектора, на обочине разбитой грунтовой дороги. Обстановка, мягко говоря, не торжественная. Организаторы высадки с предложенным местом на задворках не согласны. Глухая не на центральной части проспекта, никак с ней не контактирует. То есть она запыленная. И в то же время на этом небольшом пятачке предлагается высадить все 40 саженцев и в два ряда. То есть какие-то другие дополнительные моменты, связанные с выходом за эти рамки, они отвергаются и не находят понимания, к сожалению, на данный момент. То есть даже вариант, предложенный по улице Набережная, соответственно, он тоже был отклонен. Нам говорят о том, что мы хотим, чтобы вы пользовались тем вариантом, который был предложен изначально. Переговоры с управлением благоустройства уже и так отняли много времени. Совсем скоро, когда на деревцах начнут появляться листья, сажать будет поздно. Не могут погибнуть. Активисты не просят ни инвентарь, ни рабочих. Разве что воды. Но и с этим возникли проблемы. Единственный вопрос был, да, это по поливу, который обсуждался, но, к сожалению, тоже нам под предлогом того, что все цистерны с водой, они заняты, они используются для очистки памятников, и их невозможно будет туда организовать. Что уж говорить о будущей аллее, если и те деревца, что высадили с участием главы города осенью прошлого года, теперь беспризорники. Жители близлежащих домов с сожалением наблюдают, как гибнут туи. Хорошие зелененькие деревца, эти маленькие туи. А сейчас они вот после зимы, они коричневые стали. На зиму они были открытые, на зиму они были открытые, хотя их закрывают. В пятницу днем в управлении благоустройства не нашлось специалистов, которые могли бы прокомментировать нам ситуацию и ответить на вопрос, почему именно этот неприглядный участок отвели для аллеи славы. Но дело будто бы сдвинулось с мертвой точки. По крайней мере, с организатором благотворительной акции связались и сообщили, что цистерна нашлась. Чем закончится спор, узнаем совсем скоро. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.